Добрый день, это программа Paradox, с вами ведущий Степан Демура. Сегодня мы поговорим о транспорте повышенного риска, то есть о московском метро. Все мы, наверное, за редким исключением пользуемся этим замечательным устройством, таким большой под землей. Там, кстати, работает, по-моему, 40 тысяч человек, что-то такое. И вот оно как-то функционирует, функционирует вроде бы как само по себе, но, тем не менее, надо давать себе отчет, что система очень сложная. И что-то в последнее время она стала не то, чтобы сбоить, но что-то там происходит такое интересное. И вот что там происходит, мы сегодня пытаемся разобраться с Алексеем Тишаевым, директором по гражданской технике корпорации «Уралвагонзавод». Добрый день, Алексей, спасибо, что пришли. И Алексеем Вязовским, вице-президентом покровка финансов. Добрый день, Алексей. Добрый день. Спасибо, что пришли. Ну, вот у меня, когда говорят о гупах всяких, московское метро является гупом, особенно повышенной опасностью у меня почему-то сразу перед глазами возникает Сен-Ашушинская ГЭС. И эффективные менеджеры разлива Чубайсом, да? Потому что метро, система сложная, за ней нужно следить, ее нужно поддерживать в соответствующем состоянии. И вот те, вроде бы, такие мелочные аварии, которые стали происходить слишком часто в последнее время, они как-то вот заставляют задуматься о том, что, может, лучше в пробке постоять. Нет? Вообще, действительно, вот если представить, что, например, метро Выхина в час пик пропускает за час 80 тысяч человек, достаточно поезду разочек встать в тоннеле перед этой станцией, и за полчаса накопится 40 тысяч человек. Не дай бог, какой-нибудь пожар, я не уверен, что наши специалисты метро быстро смогут разгрузить платформу, опустить эскалаторы обратно, особенно если поток-то продолжается, входящих людей. Поэтому здесь абсолютно точно вы сказали, что транспорт опасный, обязательно нужно проводить, мне кажется, учение МЧС, что давно уже не проводилось так масштабно. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. То есть лучше в пробке стоять? Лучше этим всем правильно управлять. Я-то сам метро пользуюсь. Я тоже пользуюсь метром, я думаю, мы все здесь пользуемся метро. По городу нереально ездить. Нереально, но как бы надо представлять, какой риск вы несете, пользуясь метром. Алексей, ну если, кстати, все время думать об этом риске, это же может свернуться. Выходя из метро, вечером будете думать, что сейчас получите пулю из травматика, и дальше что? Сидеть дома и не выходить? Ну как бы, кто вооружен, тот предупрежден, Степан. Знаете, да. То есть важно знать, что делать, например, если вы застряли в поезде, который встал в перегоне и, не дай бог, еще загорелся. Что тут делать? А вот, кстати, интересный вопрос, а возгорание-то из-за чего возникает? Ведь у кабелей, у них же есть тоже эксплуатационный срок какой-то. Их вообще меняют, нет? Их меняют, но не так часто, как это требовалось. То есть по регламенту не меняют? Ну и представьте себе, вот чтобы просто с цифрами было понятно. Москва примерно ежегодно тратит на покупку новых вагонов, вот сейчас, порядка 20 миллиардов рублей, ну плюс-минус. А при этом бюджет службы Э, которая занимается энергетикой в перегонах, вот тяговой подстанции, вот эти кабели, всего 35 миллионов рублей в год. Бюджет? Бюджет, да. Это вместе с ФЗП и со всем? Да, да, да. Вот можно ли на эти деньги делать какую-то нормальную реконструкцию? Хотя бы поддерживать. Более того, наши эксперты по Акровкофинансу провели исследование небольшой отчетности ГУПа, она выложена на сайте, можно посмотреть. Оказывается, за последний год, 11-12-му, количество пробоев вот этих кабелей, да, которые вот у нас было здесь на красной линии, на Сокольничестве, увеличилось в два раза, с 24 до 40. И наши эксперты посмотрели, оказывается, идет большое неисполнение даже тех бюджетов, которые выделены. Ну, например... Мерок-мерок. Там не осваивают бюджет, такого быть не может. На самом деле, даже так. Вот по статье ремонт тяговых подстанций, капремонт, план составил 329 миллионов, а факт освоения всего 230 миллионов в 2012 году. А из-за чего это происходит? Отсутствие... ГУП не говорит нам, из-за чего это происходит. Мы не знаем, почему это происходит. Мы знаем, что вот сейчас из-за этих аварий был уволен начальник службы Э, метрополитена, и кажется, еще главному инженеру был выговор, да? Был, да, был. Вынесен, но как бы легче от этого пассажирам, которые стоят в поезде или нет, тяжело сказать. Я хотел бы в оправдание московского метрополитена... Это же ваш главный заказчик. Да, отметить следующее. Ну, первое, любое техническое средство, метро является техническим средством, но имеет, значит, возможность отказывать. Поэтому отказы, как бы, они в любом случае возникают даже на самом современном и совершенном техническом средстве. Другое дело, значит, какое количество этих отказов, какие последствия. Метро — крайне зарегламентированная система. То есть я не верю, что, значит, если регламентом были подписаны какие-то действия, они не выполнялись. Потому что это уголовно доказуемо, и вряд ли, значит, кто-то принял бы на себя такое решение. Другое дело, что регламенты, которые применяются, они, значит, скажем так, разрабатываются в глубокие времена Советского Союза, значит, и их, конечно, необходимо пересматривать. Что касается, значит, кабельно-проводниковой продукции, которая применяется, наверняка какая-то ревизия в соответствии с теми регламентами проводилась. И кто-то принимал решение на основании тех, так называемых, устаревших регламентах, о которых говорил, что их возможна дальнейшая эксплуатация. Алексей, извините, я вас прерываю. А вот смотрите, в Советском Союзе, да, мы, слава богу, что метро — это наследие Советского Союза. У меня всегда возникал вопрос, ну, неужели так здорово устроили, что-то оно ездит, ездит, ездит. Ведь, ну, что греха таить, современные управленцы и эффективные манагеры, как их называем, они же заинтересованы не столько в надежности эксплуатации, сколько в формировании денежных потоков. И вот у меня вопрос такой. В Советском Союзе тоже ведь в метро были отказы, просто о них никто, скажем так, не говорил. А вопрос в следующем. Они случались с такой же частотой или нет? Вот Алексей привел пример, что выросли в два раза. Ну, статистики данные-то не придавались гласности, поэтому сейчас сложно говорить о том, какое количество отказов в то время происходило. То есть сравнивать можно или нет? Я бы поспорил все-таки. Давайте так. В московском метро эксплуатируется порядка пяти тысяч вагонов. Ну, плюс-минус так. Примерно четыре тысячи из них это старые вагоны 80-х годов, 85-го. А ресурс у них какой изначально был? Ну, его постоянно продлевают и, как это у нас бывает, эксплуатируют наследие. Продлеваются ответы с утвержденными регламентами. Да, но под это дело утверждают регламент еще, да. И сейчас, слава богу, правительство Москвы начало закупать новые вагоны, новый подвижной состав. Ну, вы знаете, это эти русичи ездят по кольцевой линии, это яузы. Там даже кондиционеры стоят. Вот. Одна из причин возможных, ГУП не раскрывает это. Вот когда на серой ветке, помните, стоял поезд, его не могли двинуть, буквально неделю-две назад, Сиропаховской-Тимирейской, да, был проблема с электрикой, то есть вагон отключился от электроснабжения, какой-то пробой, возможно, был. И некоторые эксперты связывают это с тем, что как раз тестировали вот эту систему кондиционирования, и что-то, видимо, там не срослось и могло сбойнуть, да, что называется. То есть, я к чему это говорю, что новые вагоны, они сложнее старых советских вагонов, поэтому и ломаются чаще, в них просто больше, больше, чем можно полететь. Да, совершенно верно. А, ну, вагоны, давайте, смотрите, давайте оставим, разделим. Подвижной состав, это отдельно, и инфраструктура сама, вот отдельно. Вот что находится сейчас в метро, скажем так, в худшем состоянии? И что более подверг, и что более аварийно, с вашей точки зрения? Подвижной состав или инфраструктура сама? Посмотрите, из последних сбоев, два раза на серой ветке стоял поезд, один стоял новый, вот, Русич, второй стоял старой, номерной серии, 83-го года, кажется, сломались. Один раз горело на красной линии, два раза кабель горел на красной линии, и еще на кольцевой линии совсем недавно, буквально на днях, у меня коллеги просто с работы сказали, поезд встал в перегоне, и непонятно что. И, то есть, ломается все, и ломается инфраструктура, ломаются вагоны, с вагонами, с подвижным составом, вообще беда, потому что наш метрополитен эксплуатирует пять видов разных поездов, представляете, зоопарк какой, в депо, вы приходите, у вас нужно ремонтировать и Русич, и Аку, и Яузу, и номерные серии, номерные серии старые выходят из строя, что с этим делать? Ну, вот мы, наверное, поговорим дальше, в ходе передачи. А вот вопрос возникает тогда. Хорошо, предположим, принята программа модернизации подвижного состава, подвижного парка. А на какие деньги это все будет делать метрополитен? Это вообще прибыльная организация, убыточная? Если я не ошибаюсь, я пытался найти финансовую отчетность, но это ГУП, они не обязаны публиковать. Вот такое ощущение, что это скрыто храняется как военная тайна. Цифры есть, на самом деле. Ежегодная прибыль ГУПа примерно 5, ближе к 6 миллиардов рублей. Это вот в 2011 году я нам видел, да? Но при этом там хитрая схема. Вообще ГУП серьезно убыточен, потому что вагоны, подвижной состав покупают кто? Правительство Москвы за свои деньги и передает этот подвижной состав в эксплуатацию ГУПа. Если бы ГУП покупал сам бы, то ежегодный убыток там был порядка 15 миллиардов. То есть вот тут надо понимать просто разницу. То есть подвижной состав, грубо говоря, в аренде этого ГУПа принадлежит правительству Москвы? Там по мне аренда называется хозяйственное ведение, как-то вот так хитро. То есть даже нельзя назвать арендой в полноценном смысле. А, мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Разговариваем мы о московском метро, транспортном средстве повышенного риска. Что-то мы как, куда мы движемся и что лучше, стоять в пробке, либо потеть в метро. В гостях у нас Алексей Тишаев, директор по гражданской технике корпорации «Уралвагонзавод» и Алексей Визовский, вице-президент Покровка финансов. Ну, давайте продолжим денежную тему, пока мы раз в раз мы затронули. Если я не ошибаюсь, плитка обошлась там на 250 миллиардов, да? Ну, наверное. Ну, там еще, я понимаю, новую Москву хотели вымстить плиткой. Ну, как-то не случилось, к счастью. А сколько вагонов можно купить на 250 миллиардов? Ой, очень много. Ну, вот смотрите, старые вагоны номерной серии, они, кстати, еще производятся до сих пор, вот мытищих, стоит порядка 20 миллионов за штуку. Ну, там, вы понимаете, нет ни кондиционера, ничего, то есть, такие, ну, все ездим... Две тележки и несколько... Да, да, да. Вот тот, который с тремя тележками, с приставными дверями, кондиционерами серии «Русич», ну, порядка 70 с лишним миллионов. То есть, представляете, насколько дороже вагон стоит. Дорожание в... В три с половиной. Ну, в три раза. И тут, как бы, возникает вопрос, что дешевле, да, эксплуатировать старое, покупать новое. Ну, тут, видимо, такого, какого-то рецепта единого нет, приходится делать все сразу. То есть, одновременно чинить, ремонтировать старый подвижной состав, продолжая его закупать, пытаясь модернизировать, закупать новый подвижной состав. Ну, насколько москвичи готовы платить... Это же все в цене билета, вы же понимаете, да. Да, вы входите... Простите, а нас кто-то спрашивает? Вот. Это одна из тем, которые хотелось бы, конечно, обсудить, закрытость нашего ГУПа, метрополитена в этом смысле. Ну, я бы вот, если вот лично я, я бы лучше там на 10 рублей меньше за поездку заплатил и попотел бы в старой серии, да, который ломается, кстати, реже. И, мне кажется, просто, моим ощущениям, понадежнее, чем новое, чем ездить в этом кондиционированном вагоне, где кондиционеры не везде работают. Да? Да, до сих пор. Алексей, я бы сказал, что вы не корректно сравниваете стоимость, значит, стоимость, да, или, скажем, затраты, потому что они определяются не только стоимостью закупки подвижного состава, но стоимостью эксплуатации. Так вот, значит, стоимость эксплуатации вагонов новой серии существенно ниже за счет того, что они требуют меньше затрат при техническом обслуживании. Вот, поэтому вот так вот прямой, прямой, значит, подсчет, что в три раза вагон стоит дешевле, не очень корректно. Ну, не совсем согласен. А, хорошо, а почему-то нельзя просто закупить вот 250 миллиардов, оставьте в покое вы этот асфальт, ну, пустите, закупите новый парк, пустите по веткам, по всем старым. Возможно или нет? Ну, к сожалению, нет, потому что инфраструктура старых веток не позволяет эксплуатировать новый подвижной состав. А что конкретно? Ну, устроится СЦБ, значит, к примеру, там... А СЦБ это что такое? Вот тип привода, по сути, нового подвижного состава существенно отличается от старого. И в этом проблема. За счет нового типа привода, значит, достигается экономия в его затратах, ну, в затратах его обслуживания, значит, и ремонта, значит. Ну, он дороже, вот, и он другой. То есть по контактному рельсу новый вагон не пойдет? По старой ветке, значит, нет, он может технически двигаться, вот, но, значит, эксплуатироваться поезд, значит, ну, в том смысле, в котором его, значит, мы понимаем, он не может. А вот кольцевую ветку-то, получается, модернизировали под новые составы, потому что я очень часто вижу, на одной и той же ветке эксплуатируются и старые вагоны, и новые. Ну, опять же, какие, что такое старые вагоны? Ну, вот, по странам, новых вагонов тоже несколько типов. Это Яуза, это Русич, это АК. То есть их там новых три типа, так, по большому счету. А старых это номерные вагоны и эти, как называется, ежики, да, по-моему? Да, второе вопрос. Ну, там буква Е, же, номер. Второе вопрос, это депо, которое эксплуатируют, значит, вот я согласен, что сложно, когда, вернее, сложнее, когда в депо, значит, несколько видов подвижного состава, значит, проходит техническое обслуживание. Поэтому, наверное, имеет смысл все-таки специализировать какие-то депо на одном виде подвижного состава, за счет этого, опять же, снижать затраты на его ремонт и эксплуатацию. Поэтому вот на новых ветках стараются, значит, все-таки, значит, один тип подвижного состава, значит, эксплуатировать. Ну, на старых ветках, значит, сохранить тот, который производился ранее. А вы какие вагоны делаете? По каким веткам они ходят? На сегодняшний день, значит, мы, как, то есть, ну, что такое Ураломонзавод? Начнем с этого. Это все-таки корпорация, которая в первую очередь, значит, обеспечивает выполнение гособоронзаказа и производство грузовых вагонов. Вот в стратегии, значит, нашей корпорации согласована развитие направления пассажирского рельсового транспорта. Вот, и мы, естественно, значит, все свои усилия направляем на то, чтобы, значит, освоить производство нового подвижного состава, которого нет на сегодняшний день в России. То есть, вот тот тендер или тот конкурс, который московский метрополитен, совместно с департаментом транспорта планируют организовать в конце этого года, предусматривает поставку или закупку подвижного состава, которого на сегодняшний день на территории Российской Федерации не производится. Алексей, а вот у нас есть еще одна такая тоже корпорация большая, Сухой называется. Вот они специализируются на военных самолетах. Когда они стали делать гражданский самолет, получился летающий гроб Суперсчет-100. Вот не получится ли так же с нашим несчастным метро? Вы знаете, вот я, кстати... Что будет такой поезд, а там дуло. В защиту новой техники бы отметил мы следующее, что на самом деле нужно просто брать во внимание срок поставки в эксплуатацию этой новой техники. Потому что когда в кратчайшие сроки нужно обеспечить ее эксплуатацию, это, естественно, чревато количеством отказов и так далее. То есть в советские времена, значит, на запуск эксплуатации какого-то нового подвижного состава на это тратилось 5-10 лет даже. Естественно, там первая техника, которая была поставлена на сеть, она там имела большое количество отказов. В процессе эксплуатации определяли слабые места, потом дорабатывались и так далее. Я добавить просто к словам Алексея хочу, что в лучшие годы, в лучшие годы Советский Союз, вот в самый лучший год, 87-й, по-моему, произвел максимум 370 вагонов. То есть даже те планы заменить хотя бы половину парка из тех 5 тысяч, которые катаются... Да, то есть... Это нереально. Ну, нереально, то есть. И я вот еще хотел бы добавить, что тот тендер, про который говорил Алексей, который объявил московское правительство... Не объявил, планирует. Да, планирует объявить, прошу прощения. Но вы уже об этом знаете. Да, ну, об этом писали деловые СМИ. Откройте, да. Веду, а с тем нельзя верить. Ну, коммерсант. Он планируется осуществляться по контракту полного жизненного цикла. То есть производитель не только поставляет вагон там с гарантией, да, вот гарантию отъездил, а дальше сами. Он заходит в депо и там, по-моему, 30 лет, да, вот этот жизненный цикл вагона. 30 лет. По-моему, 30, да. Вот производитель отвечает за этот вагон, обслуживает его и будет с кого спросить. То есть сейчас что-то сгорело. Ну, сняли там какого-то начальника. Нам что-то не холодно, не жарко. А что значит отвечает? Рублем. Он отвечает рублем. Московское правительство ставит жесткие требования по контракту, что там должны допускаться на линию, там, такого, не должны допускаться на линию. Если бы ты выпустил на линию с недоделками, а он встал потом в перегоне и еще, не дай бог, начал гореть, тебя оштрафуют. Вот сейчас, кстати, метровагон МАШ хотят оштрафовать на 6 миллионов рублей вот за эти аварии на серой ветке. А я с таким подходом, честно говоря, не согласен. Вот-вот. Штрафами? Нет, я имею в виду с контрактом жильного цикла. То есть такая система работает, когда транспортная система, которая закупает подвижной состав, она небольшая. То есть она не имеет собственной структуры по ремонту подвижного состава. Тогда это применимо. То есть подрядная организация осуществляет техническое обслуживание подвижного состава. Ситуация московского митрополитена совершенно другая. У нее есть разветвленная сеть депо, есть специалисты, которые там работают. И применение схемы, когда появляется подрядная организация, которая работает на инфраструктуре, она как раз ведет к размытии ответственности. То есть произошел отказ поезда на линии. Из-за чего он произошел? Из-за того, что он был неправильно обслужен или неправильно эксплуатировался. Но это все выясняется. И вот здесь начинается конфликт интересов, выяснений и так далее. Это первое. Второе, подрядная организация, которая заходит на работу, на эту конкретную работу, она должна работать на чужой инфраструктуре. То есть она должна либо выкупать депо, либо арендовать его. А какой смысл тогда в этом? Почему московский митрополитен сам не может организовать эту работу? А вот как интересный вопрос подняли. Кто сейчас обслуживает митрополитен? Фирмы прокладки, как это у нас в электроэнергетике принято? Ну я думаю, этот вопрос надо рисовать представителям ГУПа. Я тоже думаю, что какой-то контроль, конечно, есть, потому что это же объект важной жизненной инфраструктуры. Первый тендер на сервисный обслуживание. То есть до этого московский митрополитен самостоятельно ремонтировал и обслуживал подвижный состав в своих депо. Сегодня объявлен тендер. 2 июля он будет закрыт. То есть подведены итоги на передачу депо Новогиреева. Подрядная организация, которая организует обслуживание подвижного состава. Но ведь это же будет, по идее, должно быть дороже. Ну это не факт, и сейчас об этом нельзя говорить. То есть это вот можно как раз этот проект будет как пилотное рассмотрение. Да, и посмотрят, работает ли это, будут ли возникать вот такие конфликты интересов, про которые говорил Алексей. Как это все будет работать? То есть, грубо говоря, вагон покидает территорию депо, а это ответственность митрополитена. Выдача вагона в конкретное время, это ответственность подрядной организации. Дальнейшая эксплуатация, это ответственность митрополитена. И у митрополитена будет свой приемщик, который будет принимать вагон каждый раз. Так получается? Как это, ну, я вот как бывший работник РЖД. Задублирована эта структура будет, может быть и не один приемщик. То есть таким образом будут решать проблему безработицы? Ну, если учитывать, что наши губы глубоко убыточные. Нет, просто. А бюджет Москвы, между прочим, тоже дефицитный. Кстати, да. Наследие Лужкова. Да, и объявлено, что вот этот тендер, про который говорил Алексей, по-моему, 200 миллиардов, плюс 200 миллиардов, да, цена вопроса. Это закупка подвижного состава, обслуживание, да. Там на 30 лет на 280 вагонов объявлено, ну, то есть вот в течение 30 лет подрядная организация должна осуществлять обслуживание 280 конкретной серии вагонов производства метро «Вагонмаша», которые были очень... Алексей, нужно отправиться на новости. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Алексей Тишаев, директор по гражданской технике корпорации «Уралвагонзавод» и Алексей Визовский, вице-президент по кругу финансов. Обслуждаем мы метро, московское метро, почему оно стало ломаться чаще, и будет ли оно ломаться меньше, и вообще, насколько все это надежно и страшно погружаться в подземелье. Там такие крысы, я вам скажу, как барашки. Шутка, не пугайтесь, но они едят кобеля. Ну, продолжаю нашу финансовую тему. Вот, ведь есть же планы развития московского метрополитена. Насколько я понимаю, все это будет финансироваться правительством Москвы. Да. Метрополитен, как вы говорите, структура убыточная. Ну, если учитывать, закупку, или не учитывать. В бюджете Москвы тоже дыра, дефицитный. Кто будет платить за все это? Москвичи, конечно. А вот механика, каким образом? Повышать стоимость на билеты будут или что? Во-первых, уже объявлено, что естественным монополиям не разрешат повышать цены больше, чем инфляция. Вот, кстати, по-моему, сейчас на Петербургском форуме Путин и озвучил это. Я думаю, что губ совершенно попадает под эту... У них, по-моему, билеты росли чуть по 10-15 процентов. Ну, вот с 2011 года уже не росли. То есть, вот... Ну, вот только что подняли цены. Изменили систему. Нет, цены. Изменили систему. Это несколько другое. А сама вот поездка, она не меняется с 2011 года, да, по-моему. И, ну, представляется, что все-таки в следующем году, я думаю, губ будет вынужден поднять цену проезда. Но я опять надеюсь, что это будет в рамках там вот 5-6 процентов инфляции, о которых нам власти упорно обещают ограничить аппетит естественных монополий. Ну, потому что, да, это естественная монополия. А у вас нету второго метро в Москве? Вы не можете сказать, извините, здесь дорого ездить, да, когда пересяду? Просто, вы видите, складывается такое впечатление, что денег нет и начнут экономить на всем. А в первую очередь, на чем будут экономить? Ну, плюс еще, конечно, манагеры должны чуть-чуть зарабатывать, взять свой маленький процент. И что там будет с метро? Ну, тут можно прямо так сказать, что будет со старыми ветками метро. Потому что первый, кто попадает под удар недофинансирования, о котором мы в самом начале передачи говорили, это старые ветки, там, с москворецкой линией и так далее. То есть там, где нужно проводить капитальную реконструкцию, то есть снимать эти все кабели, менять подстанции тяговые. То есть капиталоемкий был. Да. Новые линии тоже плохо, потому что мы говорили, вот с серой веткой, сейчас две аварии было. Там как раз вот эта та ветка, на которой, по-моему, обслуживают три типа составов. Депо Серхпуховской-Темиряевской линии. Вот этот яролаж зоопарка происходит, да, от которого мы вместе с Алексеем согласились. Надо избавляться. Ну, я что хотел бы отменить. На самом деле, вот Москва беспрецедентно увеличила инвестиционный бюджет, да, то есть они строят новые линии, закупают, значит, новый подвижной состав. И не только метро, то есть речь где-то о другом городском транспорте, трамваи, троллейбусы, автобусы, значит, это все обновляется. Вот, но есть и другая статья бюджета, о которой мы не знаем. Это капзатраты, то есть на поддержание, то есть на ремонт и поддержание, значит, эксплуатационной надежности тех технических средств, которые применяются. Вот, ну, об этой статье я сейчас не могу сказать. Вот, я не думаю, что она там существенно увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Хотя, на самом деле, то есть вот практика показывает, что чем старее, тем больше нужно денег для поддержания технической готовности, значит, технической исправности этих... Ну, просто те цифры, которые Алексей назвал. Да, я озвучил вначале, годовые расходы службы Э, 36 миллионов рублей. При этом Москва ежегодно... Не путай с департаментом Э. Да. При этом Москва тратит 20 миллиардов на покупку новых вагон. То есть несопоставимые вещи. То есть если уж ты покупаешь новый подвижной состав, который новые требования предъявляет к сети, правильно я так понимаю? Повышенные требования. Так, значит, надо реконструировать саму инфраструктуру. Так вот, а вопрос, а что более надежно, подвижной состав или инфраструктура? Рвется там, где тонко. Ну, вот вопрос, где тонко. Одно без другого не может работать. Поэтому, то есть надо решать проблемы и там, и там. То есть стоит ли стоять на платформе и ждать нового поезда, чтобы он был новой серией? Или все равно встанет? Между прочим, вот вы зря смеетесь. Я не смеюсь, на самом деле. На Филевской, вот эта голубенькая линия, да, была история, когда запустили вот эти новые вагоны. Они, в них очень пахло нехорошо. Там использовали дешевые материалы с фенолом связанные. И он из-под лака, которым покрывали, просачивался. И было такое ощущение, что в поезде ездит бомж. Хотя никаких социальных личностей не было. И многие пассажиры, зная, что это может вызвать там раковые онкологические заболевания, пропускали эти вагоны, садились в старые номерные серии. И в них ехали на работу. Но, насколько я знаю, это... Голь на выдумке хитра вообще. Эта проблема была решена, она была недолгосрочна. Но они писали широко, писали, по-моему, в известиях писали. Просто я читал, машинисты, по-моему, год или полтора назад, они очень возмущались тем, что очень много колесных пар, которые диагностированы уже с трещинами, их не меняют. Либо снимаются с каких-то старых. Я в это не верю, честно. Вот машинисты писали, что, ребята, если там метка стоит над колесной парой мелом, не садитесь в этот вагон. Вы представляете, если произойдет, дай бог, какая-то авария или крушение, то есть, что будет с этими людьми, которые приняли такое решение. Ничего не будет. Ничего. И примеры такого ничего. Алексей, они есть. Кто у нас поедет лес валить? Никто. Вот пример, помните, было когда... Если только Швейцарию на своем участке. Алексей смеется. Помните, в 2010 году, ну, сейчас мы не про крушение, но тоже такая экстремальная ситуация была, когда в метро дышать нечем было. Помните, пожары были? Да, Москва. И все говорили, ну, где же те фильтры, которые должны системы кондиционирования все это отсекать? И санэпидемнадзор спустился под землю и провел замеры. Он одновременно провел замеры и вот этих канцерогенных веществ, и шумности. И выяснилось, что там и по шумности больше 70 разрешенных децибел наши вагоны нам... И освещенность страдает, на самом деле. В общем-то, там целый букет был этих проблем. Они подали в суд. Вернее, они выписали предписание. Групп пошел и по суду отменил предписание. И на этом все закончилось. Ну, а вы говорите лес валить. Ну, в общем, баллистование. То есть наши суды не покупали. Как там в Кавказской пленнице это было? Наш суд суров, но справедлив. Да здравствует российский суд. Не, ну серьезно, на самом деле, вопрос-то такой. Ну, хорошо, ну поставить новые вагоны. Замечательно. А если старая инфраструктура? Что изменится-то? Новые вагоны будут сплотиться на новых ветках, которые на сегодняшний день вводятся и активно строятся. Тут еще надо как бы вот отметить, что одним из способов решения проблем московской метро стала бы ее просто разгрузка. Потому что многие проблемы связаны с перегруженностью. Да, по-моему, нормативы перекрывают. В разы, да. Ну, тут объявлялось, что третий пересадочный контур у нас будет построен. И московская кольцевая железная дорога. Ну, она надземная будет. Ну, там тоже будет вокруг Москвы пассажирские поезда ходить. Так что тут все, в общем, тоже развивается. Очень крупные... Но это же будет в таком далеком-далеком будущем. У нас сейчас Москва тратит порядка 100 миллиардов рублей на строительство новых станций веток метрополитена в год. 190 миллиардов. Вот так вот. То есть это тоже очень крупные цифры. И будем надеяться, что, конечно, поможет это разгрузить ситуацию. Во всем мире, наоборот, загружают метро. То есть удлиняют станции, увеличивают количество вагонов эксплуатируемых. Ну, если вот вы на выходных час пик спуститесь, вы проклянете и Собянина, и... Увеличивают количество интервалов между поездами. Ну, у нас же, по-моему, минимальный интервал, если не ошибаюсь, 90, по-моему, секунд. Да, в этом смысле мы передовой, кстати, метрополитен. Нет, но здесь, опять же, вот, допустим, новый подвижный состав, чем он, допустим, вот те требования, которые были разработаны, отличаются от старых. Ну, там, повышенный дверный проем, увеличенный. То есть уменьшается время загрузки и выгрузки пассажиров. То есть за счет этого, значит, пребывание состава на станции уменьшается. За счет этого количество, значит, поездов можно увеличивать. Здесь как бы, ну, то есть, существует... А вот с чем связан такой вот минимальный интервал движения, 90 секунд? Какие просто ограничения? Из-за чего он такой? Ну, наверное, из-за того, что сложно очень спрогнозировать, значит, вот, время нахождения состава на станции, мне так кажется. Он может находиться там и одно время, когда большое количество пассажиров, и там кто-то еще не дает состава отправиться. Там следующий состав стоит в туннеле и ждет, когда этот, значит, покинет станцию. Вот, поэтому, наверное, из-за этого. Насколько я знаю, машинисты не имеют права отклоняться от этого графика. И более того, одна из проблем нашего ГУПа, что машинисты очень недовольны, у них специальный форум есть в интернете, можно почитать, что новое начальство, вот когда Гаева уволили после Лужкова, новое начальство их теперь штрафуют за отклонение в ту или иную сторону от графика движения. То есть состав должен прибыть в определенное время. Да, абсолютно точно. И они просто говорят, ну, а если он прошел пробой там, да, вот в электрической сети, но это же от машиниста никак не зависит, правильно? Это там проблема в электросхеме, да, там, коротко, ну, пробки выбивает, даже у нас дома пробки выбивает. Что уж говорить о таком сложном хозяйстве. И все равно штрафуют? Их штрафуют новые поезда сложные, нужно в стрессовой ситуации, не дай бог задымления, еще какое-то быстро пересобрать схему, допустим, я говорил, отключить вот этот вагон проблемный и тащить его другими вагонами, ну, как бы, да. Либо ждать, когда, в принципе, по нормативам, там, в течение 7-10 минут должен подъехать поезд задний, высадив пассажиров, в автосцепку сцепить и вытолкать его, там, карманы есть такие, знаете, в перегорах, туда его вытолкать. Вот. Ну, видите, не все гладко у нас происходит в метро с этим. По крайней мере, я знаю, в киевском метро выгоняют поезда проблемные с туннелей быстрее, чем в московском. По крайней мере, читал об этом, слышал. Хотя там проблем случаются, аварии чаще, чем в московском. Мы натренировались. Они уже привыкли, да. Просто у них подвижной состав, наверное, еще в более худшем состоянии, потому что более старые. 50 лет среднего возраста. У нас еще 25 нормально. 25 лет, в принципе, можно еще. Ну, вот о качестве комплектующих. Какое у нас сейчас? Вот тяжелый вопрос такой. Потому что раньше, ну, там, ну, просто голову отрывали. Да? Здесь что-нибудь происходило. Сейчас, насколько я понимаю, никакой особой ответственности не принесет. Сейчас наказывают рублем. Да, в сталинские времена расстреливали, сейчас наказывают рублем. Ну, тут, скажем так, что более весомо, да? Ну, вот как-то раньше как-то все как-то работало более так. Гладко. Нет? Нет? Нет, ну, а серьезно, вот вопрос. Потому что я помню, где-то год назад приходил ко мне еще до НРБК заместитель губернатора, чтобы не соврать, Кемеровской области. Как говорили там о развитии железнодорожной, железных дорог в Кемеровской области, уголь вывозить и тому подобное. И вот он говорит, понимаете, у нас проблемы, говорит, с вагонами из-за качества колесных пар. Ну, там изломы, да, происходят, так называемые. Вообще во всем мире эту проблему решают, там, спектральный анализ делал, как вы специалисты, вам... Нет, у нас изломы, во-первых, это не колесные пары, а... Тележек. Рамы тележек, да, там, наверное, есть, ну, там, изломы, трещины по осям, вот. Ну, что я скажу, на самом деле, значит, если качество обсуждать с применением современных материалов и оборудования, оно должно расти. Вот вопрос, значит, в контроле, в контроле за соблюдением той технологии, которая предписана. Вот раньше было ОТК, да? А сейчас оно есть, вот, но, значит, зачастую руководитель предприятия принимает решение... Волевое. ...а выполнение производственного плана в ущерб качеству, и этого не должно быть. То есть систему нужно менять и совершенствовать. Опять что-то менять, опять что-то совершенствовать. Ну, мы прервемся на новостной перерыв. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Алексей Тишаев, директор по гражданской технике корпорации Уралвагонзавод, и Алексей Визовский, и вице-президент Покровка Финанс, обсуждаемый московское метро, насколько оно безопасно. Что будет дальше? Так вот, что будет дальше? Начали мы обсуждать качество поставляемой техники. И вообще, вот, скажем, ну, лопнул рельс. Такую ситуацию, кстати, неприятную. Посмотрим. Лопнул, скажем, рельс московской метрополитени. Кто за это отвечает? Ну, в зависимости от того, сколько лет на него гарантия, отвечает либо гарантия стекла, тогда отвечает... ...сам ГУП, что вовремя не заменил их, да, допустим. А если гарантия не стекла, производитель. Производитель. А вот где гарантия, что... А как ГУП может отвечать? Да вот никак. Вот в этом проблема в том, что структура непрозрачная, забюрократизированная, и там принимаются какие-то решения, которые с общественностью как бы не то, что не согласовываются, не доводятся зачастую. То есть, мы, например, сейчас говорим про аварии, да, там, на серой ветке, на красной ветке. А сколько всего аварий? Вы попробуйте узнать эту статистику, ее нет. Значит, Московский метрополитен или любой там метрополитен, это организация, которая поднадзорна Ростехнадзору. Поэтому любое, значит, событие, которое случилось, значит, там расследуется, находятся виновные, значит. Ну, это как-то все-таки все равно, мне кажется, клоуарно происходит. Знаете, я вам открою маленький секрет. Мы об этом не знаем. Я полтора года работал на Золотых Рудниках финансовым директором. Я знаю, что такое Ростехнадзор. Очень хорошо знает организацию. Нет, Ростехнадзор, когда он проводит плановую проверку, и от Ростехнадзора, который расследует события, это два разных Ростехнадзора. Так скажем, хочется верить в это. У нас был небольшой обвал карьеры, то же самое. Тут же Ростехнадзор. Все подписались, все нормально. Нет, ну серьезно, на самом деле. А при чем здесь общественность? Что должно умывать общественность? Ну, сел в метро, доехал, все, безопасно. Больше общественность ничего не должно умывать. А вот как общественность, вы говорите, может контролировать ГУП? А зачем? Самый простой пример. Как формируется цена билета? Почему поездка стоит столько, сколько она стоит? А кто-то возмущается. Что входит в структуру, которая подает ГУП тем, кто отвечает за тарифы для нас в правительстве? Там они обосновывают же это все дело. Что вот у нас такие расходы, мы хотим это знать. Вы простите, мы платим за проездку, мы хотим понимать, почему она стоит столько-то, а не столько-то. Это первый вариант. Второй вариант мы говорим, ну вот что может, как бы, что может сделать общественность в плане того, чтобы подвижной состав, комплектующие были качественные. Мы сейчас говорили про это, правда мы с Алексеем разошлись во мнение их. Пускать частника. Частника, с которого можно, там, которого можно оштрафовать в случае того, что если он выдал поезд, некачественный на линию. Сейчас уволили начальника службы Э. Ну нам, опять же, с этого не холодно, не жарко, правильно? Люди простояли по полчаса в туннеле, да, потом, там, кстати говоря, люди-то в больницу попали, там, по-моему, шесть или семь человек от гипертонических кризисов, представляете, там, да, вырубаются с электричества, то есть кондиционеры работают, ничего не работают. Да, да, да. Поэтому, как нас не должно это волновать? Должно нас волновать это. Нет, мы пользуемся этим... Может быть, я неправильно выразился, а, скажем так, как общественность может повлиять? Ведь никак. Первый этап, это открытость. Дайте нам данные. Ну, а это же не холодно, не жарко, правильно? Как это не холодно? Мы с вами сможем в прямом эфире это обсудить. И еще больше людей об этом узнают. И выйдут с пикетом, нет метро, будем ездить на Толебусе. Давление на этих чиновников усилится, общественное давление. А давление на чиновников усилится только на выборах. А у нас все назначается. Да, ну, вот это, да, это одна из проблем. Ну, я думаю, начальников метро ни в одной из стран не выбирают. Нет, 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 нет такого. Но выбирают мэра, да, и выбирают, например, губернатора, которые, если что-то, им припомнят на следующих выборах. И выбирают подрядчика на тендере. Да, на открытом тендере. Взять, например, какой-нибудь Токио, Японию, да, там половина линии метрополитена принадлежит частным операторам. Не принадлежит, они эксплуатируют. Эксплуатируют, да, я некорректно выразился. То есть они являются оператором, который осуществляет перевозку. Из которого можно всегда спросить, а в случае чего изменить. Извините, вы нам не подходите, вы плохо работаете. Знаете, нам предложили более конкурентные условия, более лучшие цены. И это отразится на цене билета. Алексей не согласен, наверное, со мной, да? Нет, я наоборот согласен. Мы разошлись во мнениях о том, что эксплуатирующая организация и ремонтная, если у эксплуатирующей есть своя инфраструктура, должно быть одно и то же. Если эксплуатирующая организация, как вы говорите, допустим, выиграла тендер на несколько лет, понятно, что ей нет смысла создавать собственную ремонтную службу, потому что где гарантия, что когда срок закончится, что они опять этот тендер выиграют. Поэтому, естественно, они туда привлекут подрядную организацию. Просто московский метрополитен, это сейчас организация, которая будет эксплуатировать подвижной состав и будет влиять с оператором через 10 лет, через 20, ну, по крайней мере, других предпосылок к этому пока нет. Ну и как этот оператор будет нас, грубо говоря, обслуживать? У меня вопрос, на самом деле, очень простой, как у простого обывателя. У меня вопрос такой. На ваш взгляд, метро будет более безопасным или менее безопасным? Потому что, еще раз, у меня вот две таких небольших проблемы есть. Первое, что, судя по всему, в Советском Союзе строили все достаточно надежно, с запасом прочности, но Советского Союза уже нет много лет. Все начинает ветшать, приходит негодность. Судя по всему, ремонтные и профилактические работы проводятся не на должном уровне, судя по бюджетам, по цифрам, которые вы озвучили. И второе, это то, что вот мы уже наблюдаем 20 лет, когда приходят эффективные манагеры и все как-то вот превращается в пыль. Вот метро, когда превратится в пыль, это будет очень неприятно. Это будет жарко опасно. Будет просто опасно. Ну, вот на ваш взгляд, какие-нибудь есть, не то чтобы гарантий быть, конечно, в этой жизни не может, но предпосылки к тому, что этого не случится? Степан, я думаю, знаете, тут такого единого ответа-то нет. Ну, вот возьмем, например, авиационную отрасль. Есть частные авиакомпании, мы ими тоже летаем. Есть там государственный аэрофлот. Каким летать безопаснее, вот я, честно сказать, не знаю. Могут же быть аварии там и там быть. То же самое и с теми, кто будет обслуживать подвижной состав. Может быть, старое советское наследие там еще поживет, да, и там снимая со старых вагонов колеса, переставляя в такие же старые, эти вагоны, их можно ремонтировать и продлевать срок жизни. Это нормальная ситуация. Но все-таки мне кажется, что жизнь, как бы, она не стоит на месте, и частник придет в метро и будет его обслуживать. Частники? Я считаю, что затраты на, значит, содержание и обновление метро нужно увеличивать. Вот. Второй вопрос. Есть ли такие деньги, значит, в бюджете города? Вот. Но если таких денег нет, то есть там другие примеры, значит, организации финансирования этого процесса, значит, которые эксплуатируются во всем мире. Это там государственное частное партнерство, контракты полного жизненного цикла, значит, где наряду, значит, с государством финансировали. Вот. Инвестиционные, значит, ресурсы используются частного капитала. Вот. Такие, такие примеры есть у нас в России. Вот. Поэтому, значит, нужно транслировать это. Ну, в таком масштабе, имеем в виду. Ну, в таком масштабе, может быть, нет. Ну, допустим, до города Тула, значит, там фактически всю трамвайную сеть, значит, выкупили частные компании, значит, эксплуатируют. Вот все трамвайные движения организовываются частниками. То есть они поддерживают инфраструктуру, им принадлежит депо, им принадлежит подвижной состав, и они, как бы, являются еще и оператором, значит, по осуществляющим перевозке. А качество улучшилось или нет? Вот, по вашему, на ваш взгляд, и стоимость проезда? Я считаю, что да. Они сами заинтересованы в улучшении качества. Потому что качество, значит, это, как бы, для них... Иначе люди на маршрутке переседут, да? Да, там есть конкуренция. То есть есть конкуренция с других видов транспорта. В метро у нас нет конкуренции. В метро нет конкуренции. Ну, почему? Есть наземная, как бы, сеть. Она, конечно, может быть, менее удобная где-то, но на каких-то направлениях вполне конкурентная. Ну, к примеру, там, вот, Профсоюзная улица, значит, под всей улицей, значит, идет метро, и параллельно сделали выделенные линии, по которым должны эксплуатироваться, значит, там, автобусы и троллейбусы, которые... Ключевое слово «должен». Ну, при правильном организации движения. Но я думаю, со временем, как бы, эта ситуация там выправится, и там все наладится. Я просто сам на Профсоюзке живу, я знаю, что такое. Профсоюзная улица, час пик. Да, да. Особенно в районе теплого стана. У метро просто нет конкуренции, поэтому, по большому счету, а что им напрягаться-то? Денежка капает, ну, отсижу я там свои два-три года в кресле, потом куда-нибудь перейду. После меня хоть трава не растет. Разве нет? Нет, ну, я все-таки думаю, все-таки за годы советской власти сложились целые династии, которым не наплевать на то, что происходит в метро, и чья жизнь не определяется только рублем. Как вы сказали, там, Манагерь пришел, хапнул. Городской рельсовый транспорт — это имидж города. Конечно, да. Городоначальник в первую очередь заинтересован, чтобы эти, значит, системы работали. У нас по метро экскурсии иностранцев водят. Где вы видели, там, в лондонском метро, чтобы экскурсии водили. Ну, смотрите, пришел городоначальник, да, вбухал 250 ярдов в плитку. В то время, как, скажем, в некоторых больницах, в операционных нет кондиционеров. Ну, вот, как-то странно, да? Ну, здесь сложно комментировать. Может быть, не разобрался, если. А-а-а. Ну, насколько я слышал... Он же, по-моему, термейный в плитку выложил. Про плитку, там все-таки обоснование там не так это было сделано. Какое-то обоснование было связано с тем, что износ, он больше служит просто. Посмотрите, посмотрите, что с ней стало. Знаете, когда зима... Это просто не первосипенная задача, которую нужно было решать, вот, плитка. Я с этим согласен. Ну, может быть, с чем на тот момент времени я разобрался, кто тебе проблемы решал. А вот на Западе вы привели... У нас просто осталось немного времени. Вот в Токио вы хороший пример привели. Там эксплуатируют частники. А вот вопрос следующий. Ну, придет частник, скажем, возьмет себе ветку, ту же серую. Да? Угу. Если губ не совсем, скажем так, прибыльный... Позитивно настроен к нему будет? Нет, я не методом говорю. Он неприбыльный и не окупаемый. Откуда возьмется частник? Ему придется повышать стоимость проезда. Есть заказ от города на перевозку пассажиров. Да. То есть, эта часть там... Ему будет компенсировано, конечно. А, то есть, городской бюджет будет компенсировать часть. Пассажирские перевозки во всем мире убыточное дело. Нет, ну, есть отдельное... Особенно пригородные, вот, которые часть... Алиэкспресс-то направление, которые могут быть прибыльные, да. Ну, я не берем какие-то алиэкспрессы. Там или какие-то другие, но... Но, в частности, ну, да, в большей части, да, это... Не убыточные, а датируемые государством перевозки. Ну, что ж, к сожалению, на этом время нашей программы истекло. Я так понял, что на метро мы будем ездить еще долго. Но помните о том, что есть Бог. Всегда надо перекреститься, вступая на эскалатор, да. И, кстати, тоже стали револютировать. У нас в гостях были Алексей Атишаев, директор по гражданской технике корпорации «Уралвагонзавод», и Алексей Визовский, вице-президент «Покровкафинанс». Что хочется сказать? Метро, конечно, замечательно. Но вот чтобы оно... Хотелось бы, чтобы оно ломалось меньше и реже. На этом у нас все. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok